Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы рады вновь приветствовать вас на изучении уроков субботней школы со Славянской Церковью Адвентистов 7 дня города Сакраменто. И хотя мы по разные стороны экрана, мы все объединены одной целью – изучать Священное Писание и познавать волю Божию для нас, людей. Мы очень благодарны вам за добрые слова поддержки в комментариях. Они вдохновляют нас, а также помогают распространению подобных передач через социальные сети. Мы надеемся, что вы и в дальнейшем будете активны в вашем участии и призываем делиться этими программами с вашими близкими, чтобы и они узнали о великой миссии Бога, направленной к нам людям. В прошлый раз мы говорили о том, что для того, чтобы воплощать Евангелие в жизнь, нужно действие. А сегодня мы рассмотрим один из конкретных аспектов такого действия – помощь нуждающимся. Сегодняшняя тема так и называется – «Миссия по отношению к нуждающимся». И к этой теме был памятный текст. Начитайте, пожалуйста. «И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Да, вот эта мысль сегодня будет проходить красной нитью через все наши рассуждения, как Бог относится к нам во свете того, как мы относимся к нуждающимся. В Евангелии от Луки, 5 главе, текст из 17 по 25, записана одна очень интересная история. Зачитайте, пожалуйста. «В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи из Иерусалима, и сила Господня являлась исцелением больных. Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить пред Иисусом. И не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисуса. И Он, видя веру их, сказал человеку тому, «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» И Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ, «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать, прощаются тебе грехи твои, или сказать «Встань и ходи?» Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному, «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал пред ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога. Быв исполнены страха, говорили, чудные дела видели мы ныне». Чудесная история, тоже очень известная. Но вот как вы считаете, о чем все-таки эта история? Здесь очень много затрагивается аспектов. Но вот все-таки главная мысль, о чем эта история, как вы считаете? О любви друзей. О дружбе. О дружбе, да, я хотела сказать о такой дружбе, конкретно такой вот сильной, яркой и креативной. Да, вот интересно, книга Библия, она настолько многогранна, что она затрагивает даже такие вопросы, вроде бы такие простые, обыденные. Дружба. Как дружить, как проявлять вот это вот настоящее чувство по отношению к ближним? А как вы считаете, вот на основании того, что мы сейчас прочитали, даже вот если коснуться самого начала этой истории, сколько людей к Иисусу приходило, да, прям перечисления, вот как вы считаете, вот нам нужно все-таки сближаться с людьми или сторониться от них? Потому что мы же другие немножечко, мы же от них отличаемся. Ну, конечно же, сближаться. К сожалению, ковид нас научил отдаляться. Ну, вообще сближаться. Каким образом? Насколько? Ну, очень важный момент быть дружелюбными. Есть такой стих в Библии. Если вы хотите быть друзьями, то и должны сами быть дружелюбными. Нет, как-то по-другому он звучит, я, к сожалению, сейчас, да, не могу точно сказать. И это такой вот залог хорошей, успешной жизни на земле. Успешной я не имею в виду даже материально. Я имею в виду успешной работы для Христа. Потому что когда ты дружелюбен, обязательно это притягивает. Притягивает людей, им интересно, почему ты такой, почему ты довольный, почему ты радостный. То есть всегда возникает вопрос. И люди притягиваются, и ты общаешься. Это не значит, что ты должен себя оградить от плохих людей или от людей, которые могут на тебя плохо повлиять. У нас, допустим, вот в семье было так, что очень часто верующие люди, я не имею в виду нашу конфессию, в общем, христиане, да, своих детей ограждают, очень ограждают, от влияния извне. И у нас был такой пример, детки были, категорически им нельзя было ни с кем общаться, и нужно было даже со школы уходить, ну, ни с кем не разговаривая. Мама этого мальчика говорила, нужно подняться на третий этаж, подождать, пока твой класс весь уйдет, и тогда ты должен уже идти сам, чтобы никто тебя не видел, чтобы ты не общался с ними. То есть для того, чтобы они не соблазняли его своими разговорами и так далее, и тому подобное. Вот, а у нас, допустим, в семье было так, ну, мы всегда говорили, да, я тоже переживала за своих детей, чтобы они не связались с плохой компанией, но мы всегда говорили, к нам можно всем, вам к ним нельзя, но к нам могут приходить все, и вот там под нашим родительским контролем это все было, как бы так, достаточно чинно и хорошо, поэтому и всегда полон дом гостей был, поэтому когда ты дружелюбен, к тебе тянутся люди, и это проповедь, Евангелие. И вы знаете, когда вот ты сначала подружишься с человеком, когда он узнает тебя, он увидит, как ты живешь, и он потом сам начинает тебя расспрашивать, а почему ты в субботу ничего не делаешь, а почему ты в пятницу готовишь, а в субботу ничего не делаешь, опять же. Этот человек уже сам интересуется, а почему ты как-то по-другому относишься вот к проблемам, есть у тебя какие-то проблемы, ну, видит, да, человек общается с тобой, и он замечает, что что-то не так, и он уже сам интересуется. То есть сначала мы дружим с людьми, и даже наша жизнь проповедует их. Если мы сторонимся людей, то как мы, как они могут узнать нас, или как мы можем узнать о их нуждах? То есть каждый живет себе в своем, в оболочке такой, да. И все-таки Христос всегда нас призывает, чтобы мы были его работниками, его руками, его ногами, потому что он сейчас, мы знаем, он на небесах, конечно, он может использовать ангелов, и он использует ангелов в экстренных случаях, но все-таки он хочет, чтобы мы были его служителями на этой земле. Действительно удивительная история об исцелении, сострадательности и вере. Иисусу приносят расслабленного человека. В греческом переводе это слово звучит как паралитикоз, что созвучно с нашим словом парализованный. У этого человека не было ни малейшего шанса без посторонней помощи попасть к Иисусу. Его друзья решаются помочь своему приятелю, но сталкиваются с проблемой. К Иисусу не пробиться. Дом не может вместить всех желающих послушать великого учителя. И тогда, не сумев пробраться через дверь, они решаются на этот жест отчаяния, на свой страх и риск, преодолевая все приличия. Между тем, изобразительность четырех мужчин не вызвала у Иисуса ни недоумения, ни негодования. Иисус как будто бы ждал их. Этот факт говорит нам о том, что, подобно тому, как Иисус был близок и неравнодушен к проблемам людей, так и мы должны сближаться с людьми, становиться их друзьями, но никак не сторониться их. На страницах одной из своих книг Эллен Уайт выделяет определенный пятиэтапный процесс служения Иисуса. Озвучите, пожалуйста, вот эти вот пункты. О чем идет речь там? Ну вот первый пункт. Общайтесь с ними. Что такое общение? Общение – это когда ты даришь свое время, а время – это такой очень серьезный ресурс человечества, даришь время другому человеку. Ты узнаешь о его нуждах, ты узнаешь о его жизни, ты общаешься, ты чем-то делишься с этим человеком, этот человек с тобой чем-то делится. То есть ты участвуешь в жизни этого человека. Вот это и есть общение. И когда завязывается вот это настоящее общение, не такое не поверхностное, а настоящее, когда ты действительно уже углубляешься в жизни этого человека, вот тогда завязывается дружба. И тогда, да, вот именно доверие, момент доверия идет, проникает такое доверие между тобой и человеком, с которым ты общаешься. Еще один этап – это проявлять сочувствие. Но вы знаете, иногда это бывает сложно, потому что не всегда люди его воспринимают. Потому что бывают такие случаи, что люди проявляют сочувствие, чтобы потом обмануть того человека, которому они проявляют сочувствие и, скажем так, втираются в доверие. Да, вы знаете, я абсолютно согласна с этим понятием, потому что вот в моей жизни был такой случай. Мы еще жили тогда в Сочи, и я ехала на машине из дому, мне куда-то нужно было. Я проезжала мимо ближайшей остановки к нашему дому. И заметила, проезжая мимо этой остановки, заметила, что там сидит старушка, ждет автобуса. Видно, что она только что с магазина вышла, потому что рядом там как раз-таки был торговый центр. И она сидела так одиноко на этой остановке, и я знала, что автобус там ходил очень редко, ну раз в полчаса, иногда даже раз в 40 минут. Я чуть проехала, восстановила машину, вернулась к ней и говорю, бабушка, давайте я вас подвезу. Я понимала, по какому маршруту надо ехать, раз она этого автобуса ждала. Она, видно, с таким страхом на меня посмотрела, нет-нет, деточка, мне ничего не надо, я вот автобуса дождусь, и я доеду, я доберусь, ты не переживай. Я говорю, да вы знаете, автобус недавно ушел. Видите, вы одна на остановке. Я понимала, что раз никого нет, значит, автобус только что ушел. Знаете, она так и согласилась. Плюс ко всему я взяла вот эти вот ее сумочки, она бежала как могла за мной, и она думала, что можете собирать ее сумки куда-то унести. Я погрузила их в машину, она села на заднее сидение, но по ее всему виду было, что она напугана. Я всю дорогу, когда ехала, я в зеркало заднего вида видела, как она оглядывается, осматривается. Она уже, наверное, что там себе не передумала в голове, что ее куда-то бедную везут. Я ей сказала, вы не бойтесь, я в Бога верую. Я говорю, я вам не сделаю ничего плохого, я в самом деле довезу вас домой просто... Хочу помочь просто. Хочу вам помочь, чисто из добрых побуждений. Она ничего не могла даже говорить. И она в таком испуганном состоянии находилась до тех пор, пока не замаячил ее дом, потому что она сказала мне свой адрес, я подвезла ее к дому, опять-таки выгрузила ее котомки, отнесла прямо к ней на порог. Вы знаете, до последнего она стояла еще, я уже отъезжала, опять-таки я смотрела в зеркало заднего вида, она еще стояла и смотрела, наверное, не поверив в то, что она осталась жива. Как такое может быть? То есть, понимаете, как говорят, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Это в самом деле люди настолько сегодня напуганы, что любое проявление внимания... Нормальных человеческих качеств? Да. Кажется, что это какое-то мошенничество. А у меня чуть-чуть противоположный был случай или опыт. Здесь следующий этап – это служить нуждам людей. Я этих людей не знала. Я работаю в Абурне, в городе. И вот когда выходишь из фривея, естественно, нет никакого общественного транспорта, это более такое уже как сельская местность, там только собственные машины ездят. И смотрю, стоят двое людей – мужчина и женщина. И держат палец, чтобы кто-то остановился. Но у меня успевает такая мысль – остановиться или нет, и я останавливаюсь. Это Америка, вы сами понимаете. Они, может, даже чуть моложе меня, как бы с рюкзаками. Ну, такого вида не супер. И я их беру, говорю вам – куда? Да, потому что я недалеко от «Экзита» работаю. Вам куда? Они говорят нам – к магазину, к «Таргету» надо. Это прямо там буквально рядом. Я их везу, и я не знаю, чуть-чуть что-то мы переговорили, я их привезла. Говорю – пускай вас Господь благословит. Как бы мы ничего… Ну, потом, когда каждому, кому я рассказывала эту историю, они – ты что делала? Тебя могли… Тебя прибить, машину забрать. Ну, как бы все плохое. Но вот я что-то человек такой, что я верю людям, я хочу доверять. Я не знаю, почему это мне так… Я не обдумала действительно все наперед, но я почему-то сделала этот шаг. То есть следующий, еще раз повтори, какой шаг? Служить нуждам людей. Служить нуждам. Да, общаться, узнавать их больше и потом служить. Ну, можно даже не зная людей помогать. Да, это третий был этап. Четвертый какой? Завоюйте их доверие. То есть тут говорится… Да, тут говорится не о том, чтобы завоевать доверие, чтобы потом что-то получить, а завоевать доверие своим характером, своей жизнью, искренним отношением к человеку, искренним, опять-таки, участием в их жизни, в их нуждах. Я даже думаю, что вот этот пункт, он не является самоцелью. Вот я буду делать это, буду делать это, чтобы мне обязательно завоевать доверие. Нет, речь идет о том… Это как следствие. Это следствие наших дел по отношению к этим людям, что это доверие само собой будет завоевано. Это вот проистекает как раз из… Общайтесь с ними, проявляйте к ним сочувствие, служите их нуждам. И тогда они будут вам доверять, по-другому можно сказать. Вот вы так и завоюете их доверие. Да, да. И вот пятый пункт какой? Только после этих всех пунктов предлагать людям идти за Иисусом. А может быть, по-другому лучше? Сначала сказать, иди за мной, я тебя научу, а потом все у тебя будет в жизни хорошо. Ну, Иисус некоторым ученикам своим говорил, да, следуй за мной. Ну, они уже знали. Ну, Иисус, да, но мы не Иисус. Они знали, они знали истину, они знали все слово, они, как бы, у них была база, была база уже. Ну, это же как в виде исключения, бывают и такие, когда человеку нужно именно так, а потом уже все остальное. «Страхом спасайте» есть такой текст тоже. Знаете, я хочу сказать, что у меня в жизни был такой случай, когда вот эти все пять методов, можно сказать, что вот я прошла. Когда-то мы жили с мужем в одном таком поселке, в глухом поселке, у меня там была подружка, и она из мусульманской страны, ну, тоже мусульманка была, но так, скажем, как когда-то все православные были, да, вот как бы иногда в церковь ходили, ну, вот. У нее было две девочки на то время, две дочки, и вот однажды по работе там муж сделал так, как нужно, свои обязанности исполнил, ну, там были люди, которым это не понравилось. И вот одна женщина подходит к моей подружке и говорит, а ты знаешь, вот твой муж такое сделал, это не нужно было так сделать. У меня мама занимается магией, а у тебя две дочки. Ну, я этого как бы не знала, я пришла к ней в гости, вижу, она какая-то вот не такая вот, что-то с ней происходит. Я ей говорю, ну, что случилось? Она говорит, я тебе сейчас расскажу, но только ты обещай не будешь смеяться. Я говорю, да нет, смеяться я не буду. Ну, это она мне вот рассказывает, вот это, что вот такое вот ей подошла, женщина сказала, и она боится за своих детей, переживает. И говорит, Ир, ну, это так может быть? Я говорю, ну, конечно, что может быть, потому что, ну, существуют две силы, и мы не можем отрицать, что злых сил нету тут, да, у нас на планете. Но говорит, чтобы ты знала, что Бог намного сильнее. И если ты хочешь, мы можем сейчас с тобой помолиться, и Бог будет защищать и тебя, и твою семью, и твоих дочек. Она говорит, давай помолимся. До этого раньше мы никогда этого не делали. Мы с ней встали на колени, мы с ней помолились, и она встала и говорит, ты знаешь, я уже не боюсь. Слава Богу. Мне уже совсем не страшно. А еще хочу добавить, что мы когда приходили вместе с мужем к ним в гости, у меня муж, ну, не с рождения он, он тоже с мусульманской страны, и он тоже пришел к Богу, и когда он приходит к друзьям, к знакомым, он тут же начинает им всем проповедовать. И проповедовать вот так вот сразу, вот как мы говорим, да, в лоб следует. Приходит их к Иисусу. Я никогда так не делала, как-то мне так, ну, я так не могу, я так не умею, как он рассказать. Но вот когда мы с подружкой общались, всегда, когда что-то, была какая-то такая возможность, вот как-то вот подходило что-то, я всегда ей что-то рассказывала, или из Библии, или какой-то вот опыт. Ей это очень импонировало, что это было не сразу, а как-то так вот потихонечку, потихонечку. Хочу сказать, что сейчас они читают Библию, сейчас они молятся, они знают Иисуса, да, они еще не пришли в церковь. Возможно, еще для этого нужно пока время. Но все равно Дух Святой работает над их сердцами. Безусловно. Как здорово. Спасибо за чудесный пример. Да, в Евангелиях мы встречаем массу примеров того, как Иисус проникался проблемами людей. Это и воскрешенный сын вдовы Изнаина, и уличенная в прелюбодеянии и женщина, и исцеленный слуга сотника, и освобожденный от бесов, и исцеленная женщина, страдавшая неизлечимой болезнью, и еще много-много других. Его любовь не имела границ, условий и предрассудков. Он был одинаково добр, как мужчинам, так и к женщинам, как старикам, так и к детям. Он не чуждался людей, он проявлял к ним сочувствие, служил им, и только потом говорил, следуй за мною. Этот метод является действенным и сегодня. А сейчас хотелось бы коснуться одной очень щепетильной темы, которая, в общем-то, имеет отношение к каждому из нас. Это вопрос беженцев и иммигрантов. Говорит ли Библия что-либо об этом сословий людей? Да, из этого урока мы узнали, что Иисус, бывший младенцем, Он уже был беженцем. Бежали Его родители с Ним из одной страны в другую. Да, это удивительно. И мы, я не знаю, к сожалению или к счастью, в свое время как бы наша семья выехали из Украины по религиозной визе беженцами, потому что были притеснения при Советском Союзе. Сейчас беженцы идут по другой программе, потому что мы знаем военные действия и по всему миру. Люди бегут из одних стран в другие по разным причинам. Мигрируют, да, в разные страны. И весь мир вот уже... Ну, а как Библия вообще учит относиться к таким людям? Пусть себе бегут, пусть себе находят место, а мы себе уже нашли свое место. Что Библия говорит? Всегда помогать. То есть участвовать опять-таки в нуждах этих людей. Я хочу сказать, что когда мы приехали как иммигранты, мы посвежее, чем вы. Буквально не так давно это было на самом деле, то люди совершенно нас не знавшие оказали нам такую теплоту и поддержку. Не только материальную какую-то там, какие-то вещи, еще что-то, а вот это тепло, вот это радужный, радушный, радушный, да, прием даже в церкви. И вы знаете, насколько большое преимущество быть в церкви. я тогда помню свои ощущения, потому что мы ехали двумя семьями, моя подруга с мужем и с детьми, они совершенно неверующие люди светские, и мы вместе как бы проходили этот путь. И насколько ее было состояние подавленное, удрученное, депрессионное, она плакала, рыдала, то есть состояние было очень тяжелое у нее, реально очень тяжелое психически. А я даже не заметила это, у меня было даже как-то вот все интересно, все новое, какие-то приключения, что ли, и вот что произошло уже вот тут, то для меня это был такой подарок судьбы, мы по-новому себя ощутили, жизнь с нуля, это как бы сложно, это можно как-то в депрессию уйти, наверное, что ли, а наоборот, люди настолько, вот мы ощутили себя счастливыми иммигрантами. Как вот... Вы знаете, да, это здорово, сейчас в самом деле по другим вопросам люди должны переезжать и в эту страну тоже продолжают переезжать, и я вот иногда вижу в социальных сетях люди, кто оказался на этой территории совершенно одинокие, вот они просто приехали в надежде, что они, ну, или от военных действий уехали, или же еще по каким-то причинам, и они просят помощи какой-то, им первое, что пишут, пойдите в какую-нибудь церковь, да, и невольно у них сразу же возникает вопрос, а это обязательно, то есть они думают, что их приглашают в церковь для того, чтобы они стали как бы номиналом, там, вот, а им объясняют, ну, церковь это общество людей, и все-таки там как-то вас, возможно, знакомство, общение, познакомятся и увидят ваше мнение. Точно так же я говорила своей подруге, которой я пыталась помочь выйти из этого депрессионного состояния, но она ни в какую, то есть вот тоже очень такой странный момент, я говорю, люди, вокруг люди, это не значит, что ты должна будешь привязана к этой церкви, ты будешь в общении с людьми, с другими. Говоря об этих историях, мне вспомнилось, так же вернемся к Марии с Йосифом, другая, другой случай, когда у них был, ну, это в ихней же стране, но в другом городе, когда она должна была рожать, и вот я вспомнила, когда они стучались во все двери, и даже готовы были заплатить за гостиницу, но не было места. Не было места. Вот я думаю, чтобы мы как бы не делали такого, все-таки надо находить место, сдвинуть чуть-чуть себя, находить для беженцев, для иммигрантов, помогать. Чем мы можем? Это не нужно дворцы отдавать, или кто может, у кого есть возможность, слава богу, ну, хотя бы что-то делать. И вы знаете, хочу добавить, что мы можем помочь беженцам, возможно, кто-то, Таня сказала, Татьяна сказала, чтобы домой пригласить, если есть там нужда, чем-то поделиться, то, что им нужно. Мы можем понять их, понять их состояние, потому что мы прошли их путь. Мы знаем, как это, да? Вот для того, чтобы помогать людям, нам нужно обуть их сапоги, их в туфли одеть, пройти с ними. И когда мы в свое время чуть-чуть помогли нашим друзьям, они всегда говорили, ну, как мы можем вам отблагодарить, как мы вас можем... Я говорю, ничего, придет твое время, и ты будешь другим помогать. И она действительно потом сказала мне, да, пришло время, когда мы помогали. То есть, это вот такая цепочка, которую мы должны держать все-таки, помогая одним, чтобы те могли также и другим помогать. Да, безусловно. Я абсолютно согласна с этим мнением, потому что тоже вот совсем недавно пришлось переписываться с одними нашими знакомыми, которые тоже просят о помощи, и они извиняются тысячи раз, что простите, что мы вас тревожим, на что я ответила, ну, ты же помнишь, вот, как в Библии написано, что не для такого ли случая ты оказалась там, да, возможно, что Господь нас раньше прислал сюда, на несколько лет вперед, вот, и в самом деле люди, которые приезжают сюда, они удивляются вот этой вот системе взаимопомощи, и могут понять, люди добрые, да как же так, вот, мы вас никого не знаем, и вы нам, ну, буквально все, во всем помогаете. Мы им так и говорим, ну, потому что здесь это так работает. Мы приехали, нам помогали, и теперь другие приезжают, им помогают, а кто-то, кто были самыми первыми, и им некому было помочь, они на себе испытали, что значит быть одинокими совершенно в чужой обществе, и чужой стране. Кстати, Америка, по статистике, она самая жертвенная страна. Слава Богу, слава Богу, что есть что жертвовать, и Господь благословляет, но мы должны не забывать, кто является подателем этих всех благ. Тема беженцев и эмигрантов как никогда насущна сегодня. Но как бы мы ни относились к этой группе людей, нужно помнить, как мы уже отметили, что даже семья Иисуса была в статусе беженцев. И тот факт, что они благополучно вернулись из Египта, говорит о том, что им была оказана там необходимая помощь. Так что помощь нуждающимся, в каком бы виде она не была необходима, это наша неотъемлемая миссия сегодня. Продолжая наше рассуждение, хотел бы попросить прочитать вас тексты из Евангелия от Матфея, 25 глава, тексты с 34 по 40. «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным, или в темнице и пришли к тебе. И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Да, это, собственно, часть нашего памятного текста на сегодняшний день. Вообще, о чём эти тексты? Смотрите, оно повторяется то, что мы говорили с вами чуть-чуть выше. Мы накормили человека, напоили, одели. С одной стороны, это вроде как несложно, да, потому что, ну, тут, слава богу, у нас хватает средств, чтобы купить еду, напоить человека, одежда тоже есть, да, а тут уже как бы на уровень выше чуть-чуть. Идём дальше. Идём дальше, да, вот надо посетить человека, когда он болеет. Очень много людей сейчас болеют, да. Особенно сейчас. Особенно сейчас. Мы пережили все это. Мы пережили коронавирус, это было очень сложно, и смотрите, тогда невозможно было пойти человека поддержать. Даже пойти невозможно. Проведать невозможно было. Можно было только по телефону или, там, видеозвонок, да. Но люди, когда болеют, очень нуждаются в нашей поддержке. Ну, что интересно, что они это делали даже не осознавая, потому что они спрашивают, а где мы тебя видели? Это у них выходило из... Отдыхание, да? Да, естественное состояние. И вот Христос опять-таки говорит, о том он сравнивает, опять-таки знак равенства ставит. Любовь к Богу равно любовь к человеку. То есть он говорит, что раз ты сделал это тому, это то же самое, что ты сделал это мне. То есть вот эта формула, она видна везде. Ну вот кто родитель, это может очень прекрасно понять. Вот когда тебе кто-то сделает что-то хорошее, да, приятно. Но если твоему ребёнку вот кто-то сделает хорошее, вот когда ты его видишь, это вот это действительно, это в сто раз. Конечно. Более ценно. Да, да. Ну а встречались ли вы с такой ситуацией, когда человек тяжело больной, и он настолько объят этой болезнью, что он ни о чём больше не может думать и ничего другого воспринимать. И мы же как бы призваны делать людей учениками. А вот стоит ли тогда оказывать какие-то знаки внимания человеку, если он не готов, вообще не готов принять истину о Христе? Вот как вы считаете? Или только одна цель должна быть? Ну, если вспомнить Иисуса, он многих исцелял, они даже его об этом не просили. Он просто подходил и говорил, «Ты хочешь быть здоровым?» Пожалуйста. Который больной человек не хочет быть здоровым? А ещё такой момент. Мало того, что он исцелял, исцелял всех, кто к нему приходил, то потом я думаю, когда его, когда на суде, когда Пилат выносил приговор, то я уверена, что было много людей, тех, кого он исцелил, потому что он ходил по всей стране, его знали все. И, возможно, там даже были те люди, которые кричали, «Распни его!» То есть вот такой парадокс был. Он исцелял не потому, чтобы они с какой-то выгодой для себя, он исцелял даром. Просто так. Точно так же и мы. Неважно, будет человек в церкви, будет ли человек там с тобой дальше общаться, будет ли он учеником Христа. Ты, мы призваны к добрым делам. Вот апостол Павел говорит, вы призваны сюда, на эту землю, для того, чтобы совершать добрые дела. Все. Вот это весь мотив. Это опять-таки любовь. Хочу добавить, что Иисус исцелял не только физически, но и духовно. Он в первую очередь видел, что человек понимает, что его состояние, возможно, не у всех, но его состояние физическое, то, что он болеет, это следствие того, что он вел неправильную жизнь. Были такие случаи, мы с вами читаем об этом в Библии. Иисус понимал, что ему важнее, чтобы Иисус простил ему грехи. Тех людей, которые болеют, для них важно, чтобы прошла эта боль, чтобы она стала чуть меньше. Мы должны им помогать в этом. Молиться о них мы можем. Но мы не должны делать это для того, чтобы сделать их учениками Иисуса. Только лишь следовать за Иисусом. Хотя, когда мы будем им сочувствовать, мы будем с ними молиться, их поддерживать, возможно, что они сами захотят и помолиться, и отдать свою жизнь Иисусу. Бескорыстность. Знаете, у моего мужа был такой пример, расскажу его опыт из жизни. У него были знакомые, и он много приходил к ним, и рассказывал им, они не особо хотели его слушать. И через какое-то время мужчина с этой семьи, он заболел. Муж в церкви с доктором договорился, его взяли, обследовали. Ну, врачи посмотрели и говорят, ну, у него уже метастазы пошли. Все. Нету смысла держать его в больнице. Он пришел домой. И муж иногда приходил с ним, что-то ему рассказывал. И вот однажды он в субботу пошел в церковь, и после церкви он поехал к ним домой. И он начал что-то ему рассказывать. Ну, жена как-то так скептически настроена. Это уже пожилые люди. А он как-то так сидел, ну, лежал и слушал мужа. И говорит, мой муж, а вы хотите, чтобы я с вами помолился? Он уже не мог говорить. Говорит, если вы даете мне такое добро, я помолюсь Богу от вашего имени. Тот кивнул головой, что да, я хочу. Они помолились. И говорит, муж, я увидел в его глазах мир и покой. Этот человек отдал свое сердце, Богу, ну, скажи мне в последнюю минуту, ну, почти. Слава Богу. Слава Господу. Чудесный пример. Спасибо большое. Да, наивысшей точкой страдания человека является боль. Это то, что уравнивает богатых и бедных, образованных и простых. Болезнь и боль забирают у человека последние силы, а порой средства. Невзирая на многочисленные открытия в области медицины и фармацевтики, люди не стали болеть меньше. Все больше и больше людей нуждается в духовной помощи, когда они стоят перед лицом болезни, а иногда и смерти. Эта поддержка включает в себя, как мы упоминали уже, молитвы, но также еще важно дать понять человеку, что он не один. И есть кто-то, кто готов быть рядом, общаться с ним, говорить о тех же вещах, которые обсуждаемы в обыденной жизни, проникнуться образом жизни этого человека или семьи, быть готовым отвечать на вопросы, особенно содержащие «почему» и «за что». Человеческое отношение с теплом, заботой и вниманием способно творить чудеса. Да, мы сегодня не можем творить такие же чудеса, как творил Иисус, но в наших силах не оставаться равновдушными к болям людей. Говоря о жизни Иисуса на нашей земле, вот как мы можем определить, насколько близок Иисус был к людям? Вот давайте зачитаем текст из Евангелия от Матфея, 11 глава, 19 стих. «Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Видите, как об Иисусе говорили, что он находился там, где не должен был вроде бы находиться. И делал то, что не должен был. По их меркам, потому что они себя всегда отделяли от того общества. Это грешники, мытари, а вот мы... Высшая раса. Мы законники, мы знаем закон, как должно быть правильно, вот мы выше. А где же все-таки вот эта грань между отношениями верующего человека и неверующего? Ну, у меня лично чуть-чуть проблемка есть, потому что мне трудно разделить грешника и грех. Как бы я понимаю, что такое грех. И у Иисуса это получалось шикарно, потому что мы знаем из Библии, что написано, что он был искушаем во всем, кроме греха. У нас человек должен стоять на очень твердых принципах или, как сказать, иметь это вот твердое основание, чтобы дружить с неверующими людьми или как мы их называем, люди из мира, и чтобы они тебя не потянули в мир. Ты должен быть этим светом и в то же время быть дружелюбным с этими людьми. Это такая очень тонкая граница. Я считаю, для себя не нарушать принципы. А вот для того, чтобы спасти человека, мы можем идти как бы, ну, дальше. Этот момент еще как бы обусловливает собой отношения личные между тобой и Богом. Если мы, у нас очень теплые, добрые, личные отношения с Богом, то будучи друзьями с неверующими людьми, они никогда не разорвутся. Ты всегда будешь иметь приоритеты. Неверующие друзья тебя не смогут увезти куда-то от Бога, потому что так хорошо возле Него. Вот потому что имеется основа вот та. Да, да, именно вот это вот основание. Когда нет основы, то в Библии говорится, мы как вот та волна, что ходим. И вообще, если когда вот мы пришли из мира, мы не были, мы не в поколении адвентисты, и у нас было очень много друзей, но когда мы приняли Христа, постепенно отсеялись люди, но до сих пор те люди, которые даже неверующие, они сочувствующие, они все знают наши принципы, просто, может быть, ввиду своих каких-то черт характера, они не хотят менять свою жизнь, или я все-таки уверена, что они придут и примут Христа, потому что все замечательные люди, но они никак нас не могут увести от Бога. И мы с ними очень свободно разговариваем о принципах наших, о адвентистских принципах, они все это хорошо знают. И если отличные отношения со Христом, никто тебя не уведет. И эта вот связь с ними, она наоборот им показывает, что ты не отшельник, ты от них не ограждаешься, а наоборот ты любишь их. Да, Ирина, хотелось бы сказать. Если он был в Богу, а не в церковь, то тогда он остается с Богом. Что бы ни случилось, с кем бы он ни общался. Вспомним Лота, в каком городе он жил. Но Библия говорит, что он жил праведной жизнью. Среди той тьмы он оставался лучом света. Переключаясь на личность Иисуса, мы неоднократно говорили о том, что он не чуждался людей, он не проходил мимо ни одной нужды. Он видел даже больше, чем его просили о том. И множество примеров мы можем найти на странице Священного Писания, как он проявлял именно вот это свое участие в жизни людей. Вы можете вспомнить какие-то истории? Ну, прокаженные, которых он исцелял. Он проявлял к ним сочувствие, потому что это была очень тяжелая, сложная болезнь, неизлечимая. И ставила людей в трудные обстоятельства. Все их оставляли, они были отвержены. Мария Магдалина, очень яркий пример, когда Иисус поучаствовал в ее жизни, и она потом впоследствии стала как бы его учеником. Женщина, страдающая кровотечением, опять-таки, тоже. Вдова из Маина. Монентально. Потом человек, который возле Вефезда 38 лет, он болел. И он не просил Господа об исцелении. Он, Иисус сам его спросил, ты хочешь быть здоровым? Вот интересно, вот этот вот случай, человек, который лежит у Вефезды, помните, когда он говорит, не нашлось, чтобы кто-то мне помог. Это, вы знаете, это такой укор сегодня нам. А может быть, люди ждут годами, чтобы кто-то нашелся. Может быть, это не физически больной человек, а может быть, это человек, у которого душа кровоточит. И он ждет, что кто-то ему поможет. И в самом деле, мы, как верующие люди... Вы знаете, я вот вспоминаю в 90-е годы, когда началось вот это движение евангельских компаний, когда открылись наши церкви, и очень много людей узнало о существовании таких людей. Раньше же нас как, сектантами только называли, а тут вдруг выяснилось, оказывается, они обычные люди. И я помню, что люди приходили в церковь и задавали такой вопрос, а где вы были раньше? Вы представляете? Мы-то думали, что нас все не любят, что все нас стараются только как-то обидеть, потому что вот мы сектанты. А люди, оказывается, ждали, чтобы кто-то помог спуститься вот в эту исцеляющую Вефезду. Кто-то указал им путь. Да, это очень важно. Знаете, мне сейчас на память пришло четверостише из одной песни. Там есть такие слова. Не жалейте сердца, пусть недолго, бьется беспокойное оно, но от своего большого долга сердце отрекаться не должно. Чудесные слова. Да, нам предлагается расширить рамки своего общения. Так сложилось, что во многих странах мы стали жить в окружении людей разных национальностей и религиозных верований. Не всегда легко идти с ними на контакт, а иногда даже и нет желания, потому что это наша зона комфорта. Но Писание учит, что мы должны быть чуткими к людьми, независимо от того, как сильно они отличаются от нас. И как раз-таки практические вопросы на этой неделе очень созвучны с этими мыслями. Позвольте, я их зачитаю. Узнайте об иностранцах или нехристианах, которые живут в вашей стране. Ну, что касается нашей страны, у нас их больше, чем мы даже можем себе представить. Да, и вот задание с усложнением. Определите одного человека, в вашей сфере влияния. Начните регулярно молиться об этом человеке, ответив на следующие вопросы. Является ли этот человек моим другом согласно модели дружбы Иисуса? Знаю ли я потребности его жизни? Как я могу привести его к Иисусу для исцеления? Библия содержит сотни ссылок на постановления и законы, гарантирующие и защищающие права вдов, сирот, пришельцев, бедняков и так далее. Божий народ всегда нес ответственность за помощь нуждающимся. Во Второзаконии 15 главе 4 тексте говорится, «Разве только не будет у тебя нищего, ибо благословит тебя Господь на этой земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Но в 11 стихе сказано, «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, потому что я повелеваю тебе, отверзай руку брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». Как примирить между собой эти два текста? Как разрешить кажущиеся противоречия? Фактически Библия сообщает, поскольку Бог может обеспечить нас всем необходимым, Он хочет использовать нас для помощи нуждающимся, как это делал Иисус. В целом, Писание рассматривает бедность не как нормальную часть жизни, а как порочное исключение из божественного плана. Что считается нормальным, так это доброта к нуждающимся и забота о них. Однако, если рассматривать эти тексты в более широком библейском контексте, то не бедность, а взаимная забота должны стать нормальным образцом жизни общества. Будем молиться о том, чтобы Господь сделал наши сердца добрее, чтобы мы не словом, а делом являли Его образ и Его миссию. И да поможет нам в этом Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова